библия говорит алексей алексеевич читаю здравствуйте пастор алексей скажите пожалуйста как толкуется текст римлянам 9 13 как и написано иакова я возлюбил а исава возненавидел можно ли сказать исходя из этого текста что бог одних людей любит а других нет это очень сложное понятие которое включает себе несколько уровней и когда мы к нему подходим часто люди не учитывая эту разноплановость они попадают смущение или еще хуже в споры не начинает спорить друг другом они начинают где-то отделяться друг от друга фракционность какая-то в церквях и чаще всего просто потому что люди не понимают контекста где это написано и они не понимаете сложности этого явления речь идет об одном из самых сложных понятий которые существуют богословии это понятие божьего избрания то есть бог избирает писание говорит об избрании о предопределении если мы посмотрим немножко выше вот где откуда процитированы эти слова это девятая глава послание к римлянам мы читаем очень конкретное слово сказано об сыновьях исаака и ревеки о двух сыновьях иакове и исаве и одиннадцатый стих говорит следующее ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худоба худого дабы изваление божие в избрании происходило не отдел но от призывающего сказано было и больше будет порабощению меньше как и написано иакова я возлюбил а исава возненавидит то есть вот это 13 стих он добавление это продолжение вот той логики в которой апостол очень ясно говорит о том что избрание исходит от бога она исходит от его разума от его лишь это его решение и немножко дальше он говорит 16 стих и так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося но от бога милующего и дальше если мы будем читать он снова и снова подчеркивает одну и ту же истину например он говорит 20 стих а ты кто человек который споришь с богом изделие скажет ли сделавшему ему зачем ты меня так сделал не властен ли горшечник над глиной чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления другое для низкого что же если бог желая показать гневы явить могущество свое с великим долготерпением щадил сосуды гнева готовы к погибели дабы вместе ведь богатство славы своей на сосуды милосердия которым приготовил к славе своей некоторые люди они пытаются как-то обойти или минимизировать этот текст но в этом тексте очень ясно сказано что бог вправе распоряжаться всем включая людьми включая каждым конкретным человек это очень важная истина которую очень важно помнить но вместе с тем писание есть множество других текстов которые говорят нам во первых говорят о всеобщей божьей любви ко всем людям то есть в каком то смысле есть божьей любовь написано либо так бог возлюбил мир что отдал сына своего единородного бог посылает солнце и дождь над злыми и добрыми это проявление его любви кроме того вместе с этим писание говорит еще одну очень важную истину открывает важно если что каждый человек который наследует божий гнев он наследует его не потому что этот человек вне него что-то произошло что он испытывает на себе что-то за что он не несет ответственности каждый человек он наказывается богом за его греховно как я уже сказал это очень сложный момент это очень сложное сложно понять точнее всего это мы можно выразить следующим образом опять-таки любое сравнение несовершенной включая это несовершенно точнее всего можно посмотреть на на всех людей как люди которые находятся они являются сосудами гнева все люди все рожденные на земле все рожденные от адама все потомки адава адама является сосудами гнев и по какой-то причине бог берет и некоторых людей делает сосудами милости и в данном случае все были сосудами гнева а бог взял иакова и возлюбил вот к нему проявил особую милость почему мы не знаем у нас нет ответа и сколько бы люди не пытались примирить эту вещь вот здесь своей в системе философства не не получится не получается тысячелетия уже люди пробуют и не получается но мы точно знаем что каждый человек кто несет понесет на себе гнев божьего наказание каждый человек он это будет переживать потому что он лично сам это заслуживает друзья следующий передачи мы поговорим о том почему бог допускает расколы церковь оставайтесь нами то есть Продолжение следует...